В стране подготовка к народному Курултаю идёт полным ходом, в рамках которой сегодня прошло второе совещание, где был составлен график выборов делегатов на местах. Также разработаны протоколы, регламенты и методика проведения этих выборов. «С 15 сентября в сёлах, районах и городах будут созданы комитеты. Ответственность возложена на местных депутатов. На местах будут проводиться разъяснительные работы по Курултаю, обучение и подготовительные работы. Со 2 по 5 октября эти же мероприятия будут проведены в столице. 10 октября состоится Курултай города Бишкек, в котором примут участие 800 человек. А общереспубликанские выборы делегатов состоятся 5 ноября, а сам Курултай – 25 ноября». Согласно протоколу, в каждой области будут созданы свои организационные группы, которые и проведут необходимые мероприятия. А делегатами станут те, граждане которых выберет общество. «Кандидатами в делегаты могут стать граждане, не состоявшие в криминальных группировках. ОПГ, ранее несудимые, не являющиеся чиновниками или госслужащими. Им нужно будет собрать перечень документов кандидата. Это фото 3 на 4 анкета прописка смеса жительства». Мнение народа будут представлять избранные делегаты. В этой связи их профессионализм и образованность имеют важное значение. Так что задача, которая стоит перед гражданами – выбрать достойнейших из достойных. «Здесь нужно понимать, что делегат должен быть достойным, умным и дальноведным. Он в первую очередь должен понимать, что такое государственность, её значение и цель. Делегаты просто обязаны думать широко. Они должны уметь понимать нерешённые проблемы на государственном уровне, искать и находить решение этих задач, предлагать эффективный механизм». Отметим, что народный курултай будет проводиться согласно Конституции. В статье 7 главного закона страны говорится, что народный курултай – это общественно-представительное собрание. И, как совещательное наблюдательное собрание, даёт рекомендации по направлениям общественного развития. Ахмур Нурдинова, Жақшылық Исааков, Элтар Бишкек.